Здравствуй, Дон! В свежем номере газеты «Молот». Кого в Донских СИЗО навещал Борис Титов, а также как из психолога стать строителем? В минувшую субботу вместе со всей Ростовской областью пятилетие Метрополии отмечала Виолетта Гурина. В Патриаршем Вознесенском соборе Новочеркасска прошло торжественное мероприятие, посвященное пятилетию Донской Метрополии. Специально для этого в собор были привезены святые мощи Павла Таганрогского и икона Донской Божьей Матери. О том, как живут восточные районы Ростовской области, материал Веры Волошиновой. В этом номере газеты «Молот» можно познакомиться с интервью доктора социологических наук Галины Сергеевны Денисовой. Я очень благодарна Галине Сергеевне за этот разговор, которым очень простым языком объясняется нынешний смысл национальной политики нашего государства. Он несколько поменялся по сравнению с тем, что было раньше. У нас принята стратегия национальной политики, определен план мероприятий, даже есть его финансирование. Так вот, смысл происходящего, смысл того, чем мы-то, собственно говоря, должны заниматься в этой сфере, и объясняет очень доступным языком Галина Сергеевна. Также в номере «Спортивные новости» от Юрия Соколова. Читайте «Молот», подписывайтесь на «Молот» и выигрывайте автомобиль.